Большинство уфологов едины во мнении, что руководство НАСА утаивает огромный объем информации от человечества, чтобы не привести в состояние шока рядовых граждан планеты Земля, которые, по мнению НАСА, не готовы к подобным откровениям. Как заявляют ученые, работники НАСА скрывают несколько основных секретов от населения нашей планеты. Во-первых, ученые считают, что НАСА много раз наблюдала, а может и контактировала с НЛО. Во-вторых, уфологи считают, что данные, которые НАСА предоставило после полета на Луну, являются неполными, и часть из них просто засекречена. В-третьих, по словам ученых, предположения о том, что на Луне проводились ядерные испытания, могут быть правдой. В-четвертых, они считают, что в свое время ученые нацистской Германии могли передать огромное количество данных о космосе, но после войны эти данные хранятся в строгом секрете. Где правда, а где нет, неизвестно, но все же некоторые секретные материалы удается достать, и о них мы хотим поговорить. Поехали! Контакт с инопланетянами Человека, которому судьба предоставил возможность встретиться с неземными цивилизациями, часто не воспринимаются всерьез. При этом его рассказы представляются в виде самого настоящего вымысла. Некоторые впечатляющие факты недавно рассекретила НАСА. Эти факты в течение 30 лет содержались в секретных архивах агентства и были предназначены только для служебного пользования. Приведем один из примеров того, как при подготовке астронавтов к космическому полету в 1981 году произошел весьма странный контакт, который описывается самими астронавтами следующим образом. Астронавты Том Янг и Роберт Криппен заявили, что еще перед стартом Колумбии бортовые приборы стали вести себя странным образом. Датчик давления внутри корабля показывал данные, которые соответствовали колоссальным величинам. Техникам пришлось несколько раз проверять прибор на неисправность, но никаких неполадок в нем не было выявлено. Далее аномалии продолжились. В момент старта в центре управления полетами был получен некий высокочастотный сигнал, свидетельствующий о том, что над точкой взлета находится некое поле, препятствующее правильной работе средств связи. В этот же момент связь действительно была потеряна, но взлет уже начался. Пилот Роберт Криппен заявляет, что во время с 12 по 48 секунды полета в его наушниках шла какая-то совершенно непонятная трансляция. Он говорит, что судя по сигналу, кто-то пытался говорить. Криппен даже подумал в тот момент, что за статом Колумбии наблюдали советские средства разведки, и они как раз таки и пытались помешать ходу операции. Но в наушниках слышалась отнюдь не русская речь. Неожиданно трансляция прекратилась, и Криппен с Янгом увидели, что параллельно с их кораблем в атмосфере летит некий странный продолговатый объект, весьма напоминающий сигарету. При этом, по свидетельствам астронавтов, этот объект был словно приклеен Колумбии. Янг говорит, что именно в тот момент он понял, что они имеют дело с инопланетянами. По всей видимости, они проявляли неподдельный интерес к первому старту космического челнока. Через некоторое время инопланетный корабль исчез, и полет продолжился в обычном режиме. Появилась связь с Землей, датчики заработали как полагается. НАСА рассекретили данные о новом проекте марсианского города. Это настоящий мегаполис будущего. Осталось только долететь. Совместно с НАСА над проектом работали специалисты университета Брэдли. На данный момент подготовлены пять основных вариантов постройки поселения. Будут ли выбирать что-то одно или возьмут лучшее от каждого проекта, пока неизвестно. Наиболее перспективным НАСА считает идею посадочного модуля, способного самостоятельно превратиться в полноценный дом. Ресурсы на постройку роботы соберут прямо на Марсе. Все детали дома предполагается распечатать на 3D принтере. Ученые полагают, что человечеству хватит всего 100 лет для заселения Марса. Крошечный космический корабль Starship. Чтобы добраться до ближайшей к Солнечной системе звезды, Проксиме Центавра, при нынешнем уровне развития технологии нужно 18 тысяч лет. Космический корабль Starship предполагается разогнать до 1,5 скорости света с помощью лазера. При такой скорости корабль долетит до Проксимы Центавра за невероятные 20 лет. Самолет SBI Deer FV. Для полетов на сверх- и гиперзвуковых скоростях элементы самолета должны располагаться задней части и быть очень маленькими. Разработанное специалистами НАСА воздушное судно сможет прямо в полете поворачиваться на 90 градусов, чтобы быстро переходить из режима до звукового полета в режим сверхзвукового и обратно. Планета Икс Нибиру Толчок к возрождению конспирологической теории о планете Икс, также известной как Нибиру, дала публикация нового научного исследования 2014 года, в котором сообщалось о некой загадочной безымянной планете, скрывающейся за Плутоном. Эти научные заявления были основаны на наблюдениях гравитационных воздействий на группы небесных тел, называемых транснептуновыми объектами ТНО, которые обращаются по орбите вокруг Солнца за пределами планеты Нептун. Многочисленные сообщения и видео на YouTube, периодически возникающие в благосфере, посвященной теориям заговора, подтверждают тот факт, что благодаря исследованию, проведенному НАСА в 1988 году, стали известны некоторые подробности о загадочной планете Икс, с расчетным орбитальным периодом не менее тысячи лет. Как полагают конспирологи, это исследование доказывает следующее. Агентству НАСА и правительству США в течение десятилетий было известно, что блуждающая планета Икс неминуемо сблизится с Землей, и это будет иметь катастрофические последствия для человечества. Из-за утечки секретных материалов НАСА о планете Икс стало известно, ведомство осведомлено о том, что гравитационное воздействие планеты Икс во время последнего прохождения через внутреннюю Солнечную систему сотни лет назад нарушило стабильность орбит других планет. И следующее разрушительное появление Нибиру в нашей Солнечной системе неизбежно. На данный момент приближение таинственной планеты Икс способствует высвобождению волн заряженных плазматических энергетических частиц из нашей Солнечной системы. Поток энергии в конце концов запустит процесс катастрофических изменений климата и разрушит Землю. Согласно рассекреченным данным, НАСА, Пентагон и ЦРУ знают о приближении блуждающей планеты. Кроме того, Ватикан был также проинформирован об этом. И лишь общественность остается в неведении относительно надвигающегося апокалипсиса. Информация из соседних галактик Не так давно в США были рассекречены архивы, в которых поднималась тема инопланетных посланий, которые когда-либо были словлены на Земле. Одно из тех, что сумели перевести, говорит о полном уничтожении внеземной цивилизации вследствие ядерной войны. Сообщается, что НАСА удается иногда получать информацию из соседних галактик, которую инопланетные существа отсылают в открытый космос. Возможно, в надежде, что их услышат и придут на помощь. Одно из таких посланий, кажется, удалось расшифровать. Стоит отметить, что в послании инопланетяне из другой галактики послали сигналы, говорящие СОС, их цивилизацию постигает смерть из-за ядерной войны. Однако неизвестно, кто напал на этих инопланетян, почему и как именно были убиты существа инопланетного происхождения. Эксперты других научных направлений, связанных с космосом, сообщили, что это может быть фейковой информацией, так как во Вселенной иногда случаются катаклизмы, например, столкновения черных дыр, из-за чего до Земли могут доходить странные сигналы, которые люди отчаянно пытаются расшифровать в попытке найти внеземные цивилизации. Астронавты НАСА рассекретили переговоры миссии Аполлон-10. Рассекреченные записи переговоров миссии Аполлон-10, во время которой астронавты НАСА совершали облет вокруг Луны, говорят о том, что астронавты слышали космическую музыку. Во время миссии Аполлон-10 астронавты должны были отработать расстыковку и последующую стыковку командного и лунного модулей. И именно во время расстыковки астронавты услышали музыку. Как заявил пилот лунного модуля Юджин Сернан, это точно какая-то странная музыка. По мнению исследователей, звук мог быть вызван заряженными частицами, которые привели к интерференциям в радиосвязи. Луна не могла быть источником подобных звуков, поскольку лишена атмосферы. Звуки также могли быть просто помехами в связи между двумя частями космического корабля. В НАСА рассекретили уникальную находку Кьюрио-Сити. Марсоход, возможно, шел на поверхности красной планеты органические молекулы – обязательные условия возникновения жизни. Ранее специалисты агентства заявили, что сделали историческое открытие, но отказались сообщать подробности. Возможно, Кьюрио-Сити обнаружил на Марсе простые органические молекулы. Пока это предварительные данные, которые еще предстоит проверить. Об этом заявлял и Лачи на пресс-конференции в Риме. Органические небиологические молекулы не могут свидетельствовать о наличии жизни, а распознавать биологическую форму Кьюрио-Сити не может. В любом случае, это открытие имеет очень большое значение, так как органические молекулы являются необходимым условием для возникновения жизни. Ученые НАСА рассекретили тайные послания для инопланетян. Тайные послания для инопланетян опубликовали ученые из НАСА. Сообщения были размещены землянами на пластинках Вояджеров. Запущены аппараты Земли в 1977 году. Американскими специалистами рассекречены тайные послания, адресованные инопланетянам и записаны на пластинки. Причем эти космические аппараты отправили в космос еще в 1977 году. Только подробности текста, содержащегося в посланиях, опубликовали не совсем недавно. Послание похоже на формулу алюминиевой коробки с компакт-диском. На сам носитель специалисты записали свыше 100 слайдов, которые содержали определенную информацию для инопланетян. Как рассказали эксперты, в то время ученые пытались донести пришельцам общее представление о нашей планете, присутствии на ней животных и людей. Записали авторы проекта для инопланетян специальной приветствии на 55 языках. В настоящее время данные записи может прослушать любой желающий, причем в хорошем качестве. Робот Валькирия. Он создан для работы во время техногенных катастроф и стихийных бедствий. Он прекрасно перемещается по неровной поверхности и имеет два манипулятора, которые очень похожи на руки человека. Ну что ж, друзья, на этом все. Надеюсь, вам было интересно. Ставим лайки, подписываемся на канал и увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова